приветствую вас зрители моего канала сегодня хочу представить вашему обозрению тему как теплоснабжение частного дома вот вы построили капитальный двухэтапный дом и тут возникает сразу ряд вопросов а как же я данный дом был отапливать каким видом топлива какой котел не устанавливать такую систему отопления выбрать какое количество радиаторов установить какие насосы купить как эти насосы рассчитывать чтобы система работала продавливала вообще контура давайте рассмотрим это вначале когда вы строите дом у вас остается проект на данной конструкции допустим что мы определились и отапливать дом будем природным газом вы сначала получаете тех условий допустим вы получили подключение газа сделанный проект сделаем монтажную часть наружную внутреннюю газопроводу к низкому давлению вроде все как хорошо и тут стоит вопрос как же смонтировать и подобрать правильное оборудование для теплоснабжения вашего дома есть два варианта первый заплатить деньги какой-нибудь организации и она вам сделает этот проект тысяч примерно с 56 но второй вариант сделать его самому сложность в этом особо никакой только займет ну примерно один день трудов если сэкономить вам ваши деньги как я уже говорил в районе 56 тысяч это в зависимости от регионов вот у меня на данной картинке имеется проект самого участного дома вот заказанной организации ну и на само строительство вот план вкладочный первого этажа то есть что мы делаем первоначально такие планы вот эти данные планы переносим допустим компас у кого нет компаса можно в автокарту просто установить проблем с этим вообще никаких и работа в них легко вот взял я первый этаж взял второй этаж два этажа перенес дальше что я делал я расстанавливал радиаторы а взял сначала двухтрубную систему отопления подачу и обратку примерно таким методом вот радиатор кстати вот красная это подача синий это обратка этот вывод вывод на 2 этаж первый этаж а на подачи обратка с 2 этажа а обратка с 1 этажа вот радиатор соответствующим подачи обратка называются двухтрубной системы отопления далее я нарисовал принципиальную схему что у меня тут получилось немного перевернуто я думаю вам будет понятно вот сам котел еще один для гвс котелок косвенного нагрева вот эта стрелка сменился разводка коллектора к электроотопления податчика электроотопления обратки еще теплый пол задействован на теплый пол примерную схему разрисовал я дальше два насоса один насос на теплый пол второй насос на гвс ну что с этим вроде все не было понятно и легко дальше возник вопрос не дали тех условий пять кубов на дом до 153 квадратных метров общей площади отапливаемая я думаю как же посчитать котел а за теплотехники не высшее образование дают о себе знать то есть начнем с подбора котла вот это при 10 квадратных метров площади требуется 1 киловатт тепла следовательно отопление но для 153 потребуется 15 15 3 киловатта в час вот говоря теоретически котел вроде набрал нас хорошо так ну с этого котла я забыл первоначально тогда очень что у меня еще есть котел костного нагрева тоже потренируя с которым тоже потребляет энергию вот ну и об этом немного опустил мысль то многие получилось меня так что иначе начал считать насос на отопление взял как ну локализовал грубо говоря отопление только без гвс без горячей воды вот взял расчет производительность насоса на отопление где же массовый расход теплоносителя ку количество теплоты требует обогрев общего площади ну дельта разность температур воды между подающей обратной линией вот посчитал у меня получилось 0,66 куба массовый расход 0,86 вот далее я посчитал расчет личное сопротивление контур отопления перепод давление имеется у меня получилось 1,6 метра потом еще прибавил неустеный запас смолка по 8-8 метра рудяного столба дальше я начал выбирать насос по графику то есть зная напор и зная расход то есть у меня получился ну а я здесь брал запасы чтобы продавить систему получилось что 25,4 ну я взял битовский насос по графику такие более-менее бывать мне же подтекают ну ничего, работают надежно вот то есть напор, расход на четверка напор так, расход у меня тут 66 так, идет тут-тутун ну тут-тутун вот вот ну а следует на теплые полы считал вот дальше объединил молотный завал начал и отопление же потом нежно до общей нагрузку на котел потому что второй котел хостину нагрева на и получился 15 киловатт 3 на отопление получалось чтобы не тёплый пол толкнуть кстати насос пришлось ставить 25-6 потому что по расчету по длине самой трубки тепло упало мы не продавили четвершину 6-6 килограммов продавили что дальше так да ну вроде котел пятнашку подобрали вроде как это расчетная величина брать с запасом средний придется для двухэтажного дома где-то киловатт 5 сразу говорю с запасом по теоретическому расчету также идет где-то 200 квадратов ну вот я получил 20 киловатт 20 киловаттный котел но я подобрал котел в баксе такие более-менее для меня как я думаю кто может осуществить конечно кому не нравится можете оспорить это насосы мы посчитали оксинометрию накидал я тут для холодной воды чтобы он тоже был полегче ну также синометрию двух этажей просто мох радиаторов не все преномированы этот номер радиатора а вот это скольки он секционный надо делать обязательно чтобы монтажники потом не ошиблись если будет сделать сами радиатор восьмерку нет шестерки не поставили вот этот оксинометрию накидал я для горячей воды сам котел номер два это косвенного нагрева который остался один рак и нападом вот коллектора подачи обратка сейчас я вам покажу где они тут у меня вот подачи горячей воды окрашивительно поставили обязательно для смягчения больших гидроударчиков вот плотин сушитель на втором этаже душ гигиенический еще одна душевая кабинка ну соответственно расчет я сюда перенес к проекте что у нас с этого получается получилось у нас такая система что набрали котелок запасом на 20 киловатт количество радиаторов раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять одиннадцать двенадцать тринадцать четырнадцать шестнадцать радиаторов получилось по первому этажу по двум этажам прошу за прощение не наношу ремарочку следовательно радиаторы расставляются в наиболее холодных точках под окнами как у 10 показано или если площадь помещений большая обогреваемого так что еще тут рассказать в принципе ничего особо сложного нету просто накидать схемки посчитать насосы получилось два насоса один двадцать пять на четыре другой двадцать пять на шесть вот этот который на теплый пол двадцать пять на шесть стоимость их непримерная ну я по этому году сейчас примерно скажу где-то около трех тысяч двадцать пять четыре и три семьсот двадцать пять шесть вилдский вот категорик бакси с такой средней автоматикой можно где-то купить три за тридцать семь не то что ценовая автоматика то есть не напичка но там много всего ненужного есть основные ну как говорится по параметрам то есть контроль факелом стоит давление воды превышение датчик стоит температура воды температура уходящих газов и датчик подтягив соответствует приключения зимний и летний режим вот больше в таких котлах то ничего одно из конечно интересно можно установить GSM сигнализацию чтобы он на телефон приходил соответственно вы можете включить выключить котел и все аварии будут вам беспилюционно приходить или на вашу почту или на ваш телефон ну в основном ставится что на телефон через приложение вот то есть допустим если вы уехали а у вас котел отключился в общем то аварии вы можете запустить ну вроде пока на это все спасибо за просмотр пишите комментарии пишите комментарии пишите комментарии если вопросы тоже пишите всегда отвечу в любое время суток кому понравилось если вас не затруднит ставьте лайк подписывайтесь на мой канал спасибо ждите следующего видео спасибо 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 спасибо